Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Вскрылся лед и дороги. В Барнауле идет работа на самых сложных участках. Алтайские депутаты предлагают сократить время продажи алкоголя в псевдобарах до 10 вечера. Почему наливайкам может быть выгоднее стать магазином? Неожиданный визит. Барнаульцы переживают, что в парке юбилейный теперь могут съесть всех белок. Уровень воды в Алтайской реке Аллеи приближается к критической отметке. Итак, паводковая обстановка в Рубцовске и селе Староалейское находится сейчас на особом контроле главного управления Алтайского МЧС. В Рубцовске уровень воды в реке Аллеи подходит к отметке 560 сантиметров. В Староалейском уровень приближается к отметке в 300 сантиметров. На остальных водных объектах Алтайского края обстановка по паводку остается стабильной. В социальных сетях люди сообщают о подтоплениях. А в селе Алтайское на фото видно, что вода частично скрыла автомобили на стоянке. Алтайские спасатели напоминают, в случае подтопления необходимо звонить на номер 112. В Барнауле дорожники и сотрудники МЧС устранили последствия паводка на выезде из города. Речь идет об участке дороги, расположенной на улице 8 марта. Сколько часов высыхала речка и стал их водой? С какими трудностями пришлось столкнуться водителям и пешеходам? Данный участок дороги расположен на улице 8 марта в районе 8 и 10 дома. По словам местных жителей, здесь ежегодно разливается огромная лужа. Люди вынуждены ходить по тротуару в резиновых сапогах и спасать свои дома от подтопления. Сегодняшнее утро, в отличие от вчерашнего, жители улицы 8 марта называют добрым. Накануне люди обратились за помощью и вот уже коммунальщики с помощью спецтехники высушили целую реку. На улице 8 марта отсутствует сеть лидерной канализации. И поэтому мешки с песком МЧС вкладывали, чтобы не потапливало частные дома, тротуар. То есть здесь более 150 мешков выложено. Также производится здесь откачка воды. На месте работает бригада, каналопромывочная машина, ассенсаторские машины, фронтальный погрузчик. По словам местных жителей и автомобилистов, данный участок проезжей части уж очень нуждается в ливневках, которых здесь нет. Часто, всегда. Сколько здесь живу, всю жизнь топят. А сколько здесь живете? 35 уже. Я сегодня вынужден был вытащить колесо сюда на дорогу, чтобы у меня потому что в ограду заливается вода. Негодует местный житель Виктор Ефремов. Вталые воды просочились не только в ограду, но и в колодец, расположенный рядом с домом. В этом колодце находится моя питьевая вода. Посмотрите, пожалуйста. Сталая вода, забилая. Сегодня утром открывал, был полный. Сейчас вот маленько ушла. Наверное, потому что начали откачивать. Кстати, затопленный участок на выезде из Барнаула высох спустя три часа работы коммунальщиков. Скажите, сколько вот таких машин уже уехало? Ну, вот это шесть кубов. Девятая машина пошла. Маленькая тоже, скорее всего, 8 сделали. И большой 12-кубовый, тот уже рейсов 7 тоже. Автомобилисты больше не притормаживают. Местные жители немного выдохнули до следующего потопа. По их словам, особенно сильно на этом участке скапливается вода в межсезонье и после дождей. Ну, а наша съемочная группа решила узнать у барнаульцев, где еще в городе можно столкнуться с проблемными участками дорог. Вчера я ехала по Фурманово. Ужасно. Хотя я передвигаюсь в основном в центре. Но в центре все печально. Ленина весь в колодце. Например, Ядренцево молодежное. То есть, тот перекресток там невозможно проезжать. Нужно немножко срезать, чтобы не попасть в расщелину огромную. Расставил снег, расставили дороги. Как часто попадаете в кочки, в ямы, которые скрыты как раз-таки под лужами? И насколько вообще больно вам за машину? Ну, конечно, неприятно. Да, я везде езжу. Я даже вам не скажу, в какой участок именно. Но у дороги плачанная сейчас. К слову, в ближайшие дни в краевой столице ожидается потепление. На дорожной карте могут появиться новые потопы. А это значит, работа у дорожников прибавится. Мария Костылева, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Еще на один час меньше. Алтайские депутаты предлагают сократить время продажи алкоголя в наливайках до 10 вечера. Ранее в рамках будущего законопроекта ограничения планировали вводить до 23.00. С чем связано такое решение и согласны ли с ним бизнес-сообщество, расскажет Данил Кузнецов. Обсуждение нового закона о наливайках продолжается. В этот раз власть ведет диалог с бизнес-сообществом. Напомним, проект позволит ограничить время и место продажи пивной продукции в общепите. Не попадут под временные рамки только рестораны и, скорее всего, кафе. Кстати, сейчас на повестке главный вопрос касается периода реализации спиртных напитков в наливайках. Не так давно его предложили уменьшить на час. Ограничение по времени работы общепита в многоквартирно-жилых домах, кроме кафе и ресторанов, до 22 часов. Это коррелируется с нашим законом о тишине, потому что у нас 22 часа. Это было как раз пожелание членов рабочей группы. Кроме того, эта мера подтолкнет наливайки к переходу в категорию магазинов, поскольку для них депутаты АКЗС хотят продлить время продажи спиртного до 11 вечера. Переквалификация поможет легализовать больший объем пивной продукции. С этим в Крае проблемы. С 2012 года количество лицензий на продажу алкоголя уменьшилось на 64%. Сегодня в Крае действует 4,5 тысячи лицензированных магазинов. Мы посмотрели, что 793 из этой категории, в том числе это предприятия общественного питания. Доля предприятия общественного питания в общем количестве всех лицензируемых объектов составляет всего лишь 15%. С другой стороны, переквалификация общепитовых наливаек на магазинную торговлю незначительно, но сократит доходы бизнеса. Как минимум из-за акцизов, которые есть для лицензируемой продукции. Поэтому для предпринимателей этот один час тоже важен. Хотелось бы до 23, чтобы было бы всем спокойно, и чтобы все спокойно могли зарабатывать и предоставлять нормальные услуги. А основная выручка у вас идет от скольки до скольки? Основная выручка идет после 18 часов и как раз вот где-то до 23, когда люди как раз успокаиваются, идут спокойно спать после работы. Рассматривать комплексный проект о наливайках и времени розничной продажи алкоголя будут в АКЗ, скорее всего, в апреле. Максимум в мае. Если депутаты дадут зеленый свет, закон вступит в силу предположительно 1 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Зимовка закончилась трагедией. На Алтае несколько лебедей погибло от пищевого отравления. Жители бийского поселка Молодежно обнаружили трех птиц. Их тела отправили на экспертизу. В желудках лебедей нашли полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор. Сообщается, что на набережной, где зимовали птицы, есть урны для мусора. Однако некоторые гости, которые приезжают посмотреть на лебедей, это игнорируют, что и приводит к таким трагедиям. В настоящее время зимовка у лебедей на Бии закончилась. Барнаульцы переживают, что в парке Юбилейный могут съесть белок. В парке заметили куницу. Этот зверь охотится в темное время суток и живет в лесу. Но, по словам ученых, лесные куницы обитают в том числе и в барнаульском ленточном бару. Они предпочитают деревья, где много потенциальной пищи. В связи с этим горожане высказали опасение, что куница в Юбилейном будет охотиться на белок. Дело в том, что куница не прочь полакомиться грызунами, полевками, бурундуками, белками. Также в рационе куницы присутствуют птицы и их яйца. К другой теме. В Алтайском крае началась подготовка ко второй всероссийской ярмарке трудоустройства. Уже 12 апреля жители региона смогут посетить площадки от 300 работодателей, предлагающих 9 тысяч свободных рабочих мест. Как сегодня в стране меняется рынок труда и какие именно возможности дает ярмарка, смотрите в сюжете Дарьи Ерошиной. Свободных вакансий 23 тысячи. В поиске работы до 11 тысяч человек. Такие цифры стабильно держатся почти два года. Сегодня в центрах занятости пытаются наладить работу с клиентами разными методами. В Краевом управлении по труду и занятости не скрывают. Острый кадровый голод наблюдается во всех сферах. Наш соискатель сегодня изменился и ищет для себя с учетом тех предложений, которые есть на российском рынке труда, новые возможности. Стало возможным работать без включения в штат организации, как самозанятые, и пользоваться налоговыми льготами. Новшество работы опосредовано через цифровую платформу, то есть даже без привязки к территории организации. Эти форматы были бы интересны и работающим в теневом секторе экономики. Среди таких работников есть и высококвалифицированные кадры, которые могли бы рассчитывать на официальную работу с высокой зарплатой. Таких вакансий немного, но их число растет. Если в начале прошлого года, например, они были от 22 тысяч до 70 тысяч, то уже в начале 2024 года мы видим предложения, но начинаются они где-то в среднем, я говорю в среднем. Если брать большую группу таких предложений, от 40 тысяч до 100 тысяч, и это как бы уже норма. При этом множество компаний и предприятий согласны и доучивать новобранцев, лишь бы они остались. Еще одна тенденция – частая смена работы. Сегодня в России востребованы кадры технических профессий с дипломами о среднем образовании. Для них и сроки обучения короче, чем в высшей школе. Но предпочтение самих граждан сегодня становится камнем преткновения. Желание самореализации осложняет поиск постоянной профессии. Здесь нам необходимо как раз формировать эту новую культуру трудовых отношений в этом изменяющемся рынке труда. К 12 апреля готовят несколько проектов. Один из них – заводская проходная, возможность узнать о компаниях, предлагающих вакансии. Посетители площадок ярмарки смогут задать вопросы о своих шансах на трудоустройство на то или иное место, а также направить работодателю свое резюме. В Барнауле региональный этап пройдет в Титов-Арена и займет целых три дня – с 10 по 12 апреля. Всероссийский этап состоится 28 июня. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайские чиновники оказались одними из самых бедных в стране. По данным агентства «Рейтинг», наш регион попал в топ-5 аутсайдеров по зарплатам госслужащих за прошлый год. В цифрах это 50 тысяч рублей в месяц. При этом интересно, что в Алтайском крае госслужащие зарабатывают больше всех относительно других сфер. В республике Алтай ситуация аналогичная. Там занятость в государственной службе также является самой высокооплачиваемой. И к другой теме. Уже в этом году молодые пары Барнаула смогут зарегистрировать брак в музее. Место для регистрации весьма необычное. Своё здание, а также территорию для торжества готов предоставить музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Причём зарегистрироваться там можно будет как летом, так и зимой. Главное – заранее согласовать дату проведения торжества с музеем и обратиться в ЗАГС с заявлением. На место приедет сотрудник, проведёт выездную регистрацию и вручит свидетельство. Оговорена даже стоимость услуги. Она составит 1400 рублей. Есть вероятность, что в Барнауле скоро откроются и другие площадки для выездных регистраций. Пока их согласовывают. Первые компьютеры, которые появились в распоряжении сотрудников Алтайского гидрометцентра в 2002 году, и ещё десятки любопытных приборов стали основой экспозиции в Алтай-гидромете. Официально её откроют 25 апреля в юбилейный – 190-й день рождения службы в России. А сегодня гостями экспозиции стала наша съёмочная группа. Чтобы провести отчёт, наблюдатель поднимается каждые три часа на лесенку, делает отчёт по всем этим приборам. Такие метеорологические будки с набором оборудования есть и сейчас. Это уже раритеты экспонат. Всего их здесь десятки, рассказывает Александр Люцигер, ныне заместитель руководителя Алтайского гидрометцентра и главный собиратель приборов и предметов. Самый старый – часы-хронограф, датируется концом 19 века. Его в 1836 году привёз руководитель Барнаульской обсерватории Иваницкий, а недавно Люцигер вернул из музея Новосибирска. Они являлись ещё и хронометрами для выставления всех остальных часов, которые на тот момент были в Барнауле. На настоящий момент они не рабочие, но я застал время, когда они ещё ходили. Приборы для измерения влажности почвы, скорости течения воды, её состава, измерители толщины и состава изморозей и иния, а также измеритель скорости и направления ветра. К примеру, флюгер Вильта. Его создатель изобрёл в 18 веке. А с конца 19-го, почти столетия, этот прибор стоял на крыше Барнаульской обсерватории. Когда у нас ветер дует, он отклоняет вот эту пластину пропорционально силе ветра. То есть вот эти вот являются градациями скорости ветра. Среди необычных для многих старинных экспонатов есть и более современные – компьютеры, которые появились у сотрудников Алтайского гидромета теперь уже в далёком 2002-м. Это были первые компьютеры, наверное, в Сибири даже, в гидрометслужбе именно. И появились они у нас благодаря губернатору Алтайского Александру Сурикову, который выделил деньги по тем временам. Это был миллион рублей, и его хватило на 35 комплектов этого оборудования. А эти с виду снаряды или бомбы использовали в качестве гидрологических грузов для проведения исследований с кораблей или судов. На самом деле об экспозиции можно говорить часами. А вот увидеть её смогут гости Алтай-гидромета, в том числе ветераны службы, которые 25 апреля придут на 190-й юбилей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Ознакомиться с проектом квартиры, проконсультироваться с ипотечным специалистом и разработать дизайн пространства. Всё это предлагает клиентам строительная компания «Мой дом», которую открыла первый в Барнауле офис продаж. О клиентском сервисе нового поколения расскажем в следующем сюжете. Первые три дома будут находиться на стеллобате. Метражное остекление будет выходить у нас на Барнаульский санаторий. Интерес к зелёному кварталу вышка в районе горы растёт с каждым месяцем. Пока строители подготавливают котлован для будущего подземного паркинга, барнаульцы внимательно изучают проекты домов, выбирая для себя лучшее. Основной, самый главный принцип в нашей работе – это человекоцентризм. Сделать выбор, приобрести недвижимость – это, как правило, стресс для человека. Чтобы минимизировать этот стресс, было создано это бюро продаж. Уютное место, где клиент может определиться с выбором недвижимости, закрыть все интересующие вопросы, в том числе с оформлением сделки. Определиться с выбором и способом покупки квартиры и оформить договор удобно в стенах бюро продаж. Продуманная детская зона позволит родителям спокойно проконсультироваться со специалистами и разом закрыть несколько вопросов. После презентации проекта клиентам помогают подобрать планировку квартиры, а после оформления сделки – организовать внутреннее пространство, разработать дизайн. Для этого дизайнер делает бесплатный экспресс-проект. А выбрать лучшие условия кредитования помогает ипотечный специалист. По словам сотрудников бюро, для их клиентов важно удобство и в процессе поиска жилья, и в своей будущей квартире. Это те люди, которые ценят свое время, комфорт и не согласны на меньшее. Создаем нетипичные проекты для людей и про людей. Думаю, нас выбирают те, кто хочет переехать на новый уровень, изменить сценарий проживания в квартире, в доме и на его территории, но более комфортный. А еще менеджеры помогают обменять старое жилье на новое и пройти по программе трейд-ин. Специалисты готовы ответить на все вопросы в бюро продаж девелопера «Мой дом» по адресу проспект Красноармейский, 118. Комплекс «Вышка» сдадут в 2026 году. На данный момент уже продано более тысячи квадратных метров. Весенние лужи и грязь, захватившие Алтайский край, проблема для всех автолюбителей, но не для джиперов, ведь они ездят там, где дорог в принципе нет. Пример тому ежегодные соревнования «Битва под Павловском», на которых собралось более 30 любителей бездорожья. О том, как прошли состязания и почему сейчас оффроуд в моде, смотрите в сюжете Данила Кузнецова, который как раз и объяснит, что это такое. На оффроуд соревнованиях «Битва под Павловском» безоговорочные короли газы и уазы. Пока некоторые иномарки зарывались, советская техника проходила там, где волки обитать боятся. О чем речь? Ведь именно отечественные машины больше недели делали эту трассу, наматывая здесь круги, чтобы вытоптать снег для колеи. Да, но он помаленько уйдет, но это совсем помаленько. Конечно, без доработок не обошлось. В классе «Экстрим» они самые разнообразные. Поднятая подвеска, грязевые шины, система подкачки колес и блокировка дифференциалов, которая позволяет колесам вращаться в одном темпе. Кстати, большинство участников использовали стандартный мотор и родные запчасти. Мотор стоит 21-й, через 21-й. Ну, лосадей 25, момент, ну, для камеры 300. И хватает? Ну, да, как бы там не только в моторе дело. Трансмиссия своя стоит, то есть подобранное передачное число в коробке, в раздатке, мосты там сделаны, то есть как бы и все сделано в комплексе. Ну и куда без лебедки? Трасса получилась настолько сложной, что без троса забраться на подъем почти никто не смог. Андрюх, друг на друга, везти на матку! Да я делаю так, вот! Вот что значит командная работа. Штурман здесь не маршрут диктует, как в ралли, а преимущественно помогает очищать путь и закреплять лебедку. На втором этапе фиксирует контрольные точки. А второй будет спецучасток, это по координатам GPS. В лес поедем навигация, то есть там будем брать точки, фотографировать их и узнавать взятые точки вечером в организаторах. То есть подсчитывается затраченное время также, подсчитываются набранные баллы. Пока уазики кряхтя поднимались на всевозможные возвышенности, водители нефспокойно катались чуть ли не по равнине с ямками. Конечно, эта трасса по-своему сложна, например, из-за талой воды. Однако ее делали исключительно для стандартных и слегка модифицированных машин. Поэтому здесь молодняка было больше. Ну а движение как бы раскрутилось, и я вижу джиперов молодых много, прям реально молодых ребят, интерес есть у людей. Покупают джипы, издеваются над ними, строят их, бьют их. Сейчас благодаря новой крови идет подъем оффроуд движения. Рассказывают участники. Главное объяснение такого нашествия молодых – относительная доступность машин и доработок к ним. Проблемы у джиперов сейчас возникают разве что с резиной. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова